А ты нас слышишь? Я отлично слышу, а меня слышно? Тебя слышно, но плоховато. Когда же будет хорошо, да? Ну, нормально. Ты узнала, с кем я сегодня? Это счастье. У меня просто прям, ты знаешь, очень давно хотела пообщаться, задать вопросы, потому как наблюдаю постоянно за Аней, за её работой. Света, ну, мы с тобой уже про это говорили, что всё, что мы думаем, всё, о чём мы мечтаем, это всё кто-то там сверху слышит, и это всё исполняется. Ребят, мы с вами в прямом эфире Инстаграм вышли одновременно пообщаться на тему «Я боюсь снимать ролики, я боюсь, получается, писать сторисы, я всего на свете боюсь, и пусть я не буду зарабатывать, но я не буду это делать». Да, то есть вот такая вот тема у нас с вами. Да, а одновременно я пришла к Ане в гости, и у меня просто в 7 часов назначен был зум для моей команды. То есть у меня на моём телефоне идёт зум, и девочки мои меня слышат. Девочки, вы можете, то есть ваш голос будет слышен и у Ани в прямом эфире, можете свои вопросы Ане задавать. Аня с удовольствием на них ответит. Вот, а те, кто в прямом эфире, тоже всем большой привет. Аня, у меня к тебе такой вопрос. Ну, давайте ещё кратенько предысторию. У нас в команде как бы так получилось, что, ну, я с девочками говорила индивидуально, и очень многие мне сказали, что... я их спрашиваю, почему вы не ведёте свой личный бренд, почему вы не снимаете сторис, не выкладываете ролик на YouTube? И очень многие мне сказали, я честно боюсь. Ой, я ухожу из твоего кадра. Ты знаешь, это проблема не только в твоей команде. Вот. Это проблема и что сделали мы. Давайте я поделюсь. Если нас смотрят Анины директора, возможно, они возьмут на вооружение у себя в команде, тоже такое применят. Мы с девочками создали чат в Телеграм, где только мы, он закрытый. И мы договорились, что кто пока боится выкладывать видео в сторис, пожалуйста, выкладывайте просто нам в чат. И мы будем давать обратную реакцию. Так, я просто хотела тут... Девочки, кто у меня в зуме, можете, пожалуйста, микрофончики отключить, потому что вас слышно. Вот я слышу, там малыш плачет. Вас просто везде слышно. Если можете, отключите пока звук, а потом вопросы хотите задать, включите микрофончик свой. Вот. И мы с девочками объединились. И в этом чате мы выкладываем свои ролики и даем друг другу обратную связь. То есть хорошо, плохо, светло, темно, там голову наклонил, не наклонил. То есть честную обратную связь даем каждому видео. Да, Ирина? Ничего страшного. У тебя написано, что звук отключен. В конференции. А, в конференции. И все. Так, и вот смотрите, я хочу Ирину похвалить, потому что это вообще шикарная очень идея. Каждый может сделать это для своей команды. Вот сейчас на данный момент мы подгодавимся к гивэвею, и очень мало, очень плохо вообще девочки меня слушаются, потому что они боятся. вот, а ведение качественного бренда, это вообще такая вещь, она очень легкая. Она очень легкая, она очень простая, и ничего там такого сложного нету, да. То есть, ну, я могу сказать, что я свой бренд веду на троечку, да. Вот я себя честно, здорово оцениваю, да. Я свой бренд веду на троечку, и ниже уже того, что есть у меня на странице, делать, ну, ни в коем случае нельзя. Да, то есть, конечно, основной мой трафик и поток – это YouTube. YouTube я люблю больше, и снимаю туда больше, и наполняю там видеоролики больше, и так далее. Вот, что еще бы хотелось сказать, это то, что подумайте просто о том, что когда-то все до единого директора проектов «Оберлик онлайн» начинали с нуля. У них ничего не было. Они пришли, у них был регистрационный номер и ноль баллов. Вот у всех до единого, никто с неба не падает сразу же на свой процентный уровень, да, упал туда, упал сюда. А именно у них, получается, у кого-то было стремление, у кого-то не было стремления, но все они каким-то образом вышли на директорский уровень. И, конечно, тут самое важное – понимать одну очень важную истину. Пока ты делаешь, ты к этому привыкаешь. Только ты перестаешь делать, начинаешь лениться. Что делать с тем, что вы, допустим, боитесь начать, боитесь начать выставлять сторисы, что-то рассказывать, что-то показывать? Во-первых, вам нужно определиться с темой, что вы готовы показать. Что вы готовы показать. И показывать только то, что вы готовы. Не прыгать выше себя, да. То есть, если вы боитесь, допустим, снять сторис со своим лицом, ну, подберите какие-то фильтры, да то есть и это тоже здорово подберите что-то такое чтобы вы сами себе нравились это как бы очень хорошо шикарно срабатывает когда вы начинаете хорошо выглядеть даже если вы не накрашены да к примеру а это во первых во вторых конечно очень важно сейчас понимать такую вещь что вы когда вы ведете бренд вы себе в итоге раскручивая страничку организуйте поток входящих заявок на регистрацию свою структуру и свою команду вот это нужно обязательно а вы себе нравитесь нет я себе не нравлюсь я сказала что я буду говорить откровенно да то есть вот есть вопросы какие я увижу я сижу далеко кстати от телефона чтобы мы хотя бы немножко вдвоем вот поэтому я плохо мало вопросов вижу вот и честно сказать себе я не нравлюсь но я все равно подкрашивать что-то да делаю для себя такое чтобы немножко лучше выглядеть они с девочками обсуждали этот вопрос да я считаю что очень малый процент людей кто прям себе нравится в кадре но все остальные люди вы поймите что кто вот нас видеть такими каждый день ваши родные ваши близкие ваша семья они к вам к таким уже привыкли и все остальные они уже вас такими знают и любят и вам просто непривычно смотреть на себя со стороны я вот тоже на себя смотрю мне кажется у меня голос совсем не такой и как-то я вот когда в зеркало на себя смотрю я не так выгляжу как вот я на камере себя вижу да я к себе вот такой на камере просто не привыкла нужно принять себя такой вот я считаю какая есть и все и просто включать кнопочку записи еще хочется что сказать когда вы будете 21 день стараться делать stories и хотя бы 15-30 секунд вы к этому так привыкните что вам это будет не хватать я лично смотрю не придумываю никогда что снять меня идеи идут голове потоком а буквально пару лет назад я просто с ума сходила и каждый день судорожно думал что снять что сделать да как тогда почему у меня не получается да почему я не знаю не знала вообще что придумать да нафиг этот бренд нужен да то есть вот всякие такие вот мысли я думаю я буду уметь то что я умею да то есть мне очень хотелось засеть зону комфорта очень хотелось да вот конечно видео как в тик токе никто не заставляет никого снимать да там всякие крутые эффектами да с эффектами со всякими да это конечно действительно сложновато и молодежи легче да привет привет всем кто только что присоединился но просто поставить допустим свой телефон на треножку включите свет в лицо и сказать все свои мысли это должно быть как пить дать как пить дать это не сложно берете треножку ставите включили свет и поехали поехали говорить поехали общаться поехали рассказывать все что вам нужно и таким образом вы привыкните вы со временем привыкните и все вы куда-то пошли сняли видео что вот я гуляю вы куда-то вы что-то готовите вкусненько сняли видео вот я вкусненько готовлю да то есть вы что-то купили сняли что вы купили да посоветовали с людьми вот вы знаете у меня такие классные подписчики в инстаграм я вот вам клянусь они меня просто огонь я у них могу спросить все что мне хочется они меня всегда завалят советами да у меня что такое что такое да мужик какой-то зашел пишет пакости вот да то есть они меня всегда завалят свет и вот кстати хейтеры да вот видите хейтер хейтер это люди которые не уверены в себе которые пытаются за счет того что они кому-то как у сделали кому-то как усказали возвысить себя в глазах окружающих людей до привлечь к себе внимание вот тема хейтерства мы с вами тоже проходили вот и поэтому когда вы что-то боитесь снять вы боитесь что человек а вас подумать плохо незнакомый вам человек о вас плохо подумает он что-то вам напишет какую-то гадость какую-то бяку да из-за которой вы будете расстраиваться гонять голове или еще что-то такое да вот и что получается вы все свое благосостояние свой доход доход своей семьи да то есть там путешествия квартиры хорошие доходы перекладываете ну грубо говоря откладываете ради мнения каких-то людей как от которых ну которые вам не придут и миллион в кармане не принесут согласны вам никто ничего не даст этой жизни если вы сами не будете делать и все кто вас осудят они тоже вам ничего не дадут они прошли мимо кучку наложили до чего-нибудь и ушли дальше класть еще кучку вот и а ваше дело акцентировать свое внимание и свои как бы порывы до своими когда-то творческие порывы да там какие-то съемки и еще что-то на людей вменяемых понимаете не вменяемые люди они как всегда недовольны жизнью они всегда будут делать так чтобы раз у них не получилось чтобы у вас не получилось они всегда будут вам тыкать и говорить и на каком бы вы уровне не были сколько бы вы не зарабатывали понимаете вот они просто все равно будут лезть и мать это такая лень вот как бывает и две подружки сидят да на одну подружку мальчик допустим посмотрел в каком кафе сидят с утра кофе на одну подружку мальчик посмотрел а на вторую не посмотрел. И вот та вторая, на которую не посмотрел, ей уже обидно. И она уже может взять и брякнуть что-то про свою подружку, на которую посмотрели прямо при этом мальчике специально, чтобы ее унизить и самой возвыситься, раз ее вот так обидели. То есть и тут, понимаете, то же самое в соцсетях. Если вы что-то хорошо снимите, вы привлечете к себе нормальных людей, а хейтеры будут говорить, вот такая насекая, не буду выражаться, да, в прямом эфире, вот такая насекая, все-таки как сняла. Вот ведь, вот ведь, а, надо какую-нибудь пакость написать, а то ишь разовьется, станет лучше, да к ней люди пойдут, структуру, да в команду, понимаете. Вот тут тоже нужно обязательно понимать. Никогда свое благосостояние не ставьте в зависимость от хейтеров. Никогда не стесняйтесь. Вы делаете свое дело. Где вы работаете? Вот подумайте. Вы взрослый человек, вы вправе имеете делать все, что вы хотите, да, вы взрослый человек. Это, во-первых, вы работаете в белой легальной официальной компании, вы платите налоги, да, то есть и так далее, и так далее. То есть у вас идет стаж. Это во-вторых. А, в-третьих, не сделайте вы, сделайте кто-то другой. И вы будете наблюдать, как у других открываются звания, статусы, растет зарплата. А вы-то чем хуже? Тем, что вы боитесь, что вот какой-то там мужичок зайдет и скажет «Бе». Ну смешно. Ну смешно, на самом деле. Я выбираю миллион, чем бояться этих «Бе». Вот и все. Вот серьезно я вам говорю, это сейчас серьезно. Ань, вот у меня к тебе такой вопрос. Ты, у тебя был вот такой страх снимать себя на камеру? Был. Или сразу ты вот взяла, вышла в прямой эфир? Расскажи, вот ты помнишь этот момент, когда ты начала снимать себя на камеру? Ой. Мой момент, когда я вообще начала снимать себя на камеру, это был 2015 год, примерно январь. Где-то там какой-то шум, надо как-то этот шум отключить. Да. Да, январь 2015 год я вышла со своим первым вебинаром, обучающим для своей структуры команды. Я тогда была на 6%, получила свои первые, по-моему, сколько-то, 200 рублей, что ли. Деньги. Деньги, да, получила свои первые деньги, поняла, что компания платит. Вот это было, ну, около 6 лет назад, да даже 6 уже, потому что в ноябре будет 6 лет, как я в компании. И мне нужно было провести прямой эфир. Я очень сильно волновалась, у меня тряслось все внутри, но я понимала, что если не я, то никто другой. Было просто некому на тот момент вести не прямой эфир, вебинары. Да, было некому вообще вести вебинары. Эту тему никто бы, кроме меня, лучше не преподнес. Я была прям в этом уверена. И я пошла и стала вести. И вот вы знаете, ко мне пришло мои, по-моему, 4 или 5 человек. Я была вообще прямо так взволнована, что я несколько раз сказала не то слово и выключила ноутбук. Ну, правда. Ну, хотя меня поддерживал мой наставник, он со мной вышел, Коля Андрейко, он со мной вышел на первый вебинар, он меня записывал, он эту запись потом мне высылал со своего ютуба, да, то есть он все технически мне помогал, но говорить-то должна была я. И вот я выключила этот вебинар и ушла. Ушла, и у меня муж за мной бежит, Антон говорит, Аня, ты что, давай, тебя ждут, давай, продолжай. Я говорю, я не могу, у меня страхи. У меня там чуть не истерика была. Я говорю, я сказала не то слово, я ошиблась, да. То есть, и, конечно, сейчас я это вспоминаю со смехом, но Антон сходил, включил ноутбук, сказал, садись, да, то есть меня поддерживал сразу два мужика, вы попробуете с такими мужиками не вырастить, да. Вот. Если бы, конечно, не о том, может быть, я вообще бы никогда в прямой эфир не вышла, я вам переносу, потому что тогда он меня поддержал, и я продолжил свой вебинар, я всё рассказала, вот. Тогда мы это монтировать не умели, и вот эта запись Колина, да, минут где-то 10-15 был просто чёрный пробел, и всё, да. Но вот, ну, я не смогла с собой совладать, да, у меня был такой случай. И вот вы знаете, меня, ну, как говорится, на тот, как говорится, ну, как даже, прорвало. Прорвало, и началось вот что-то такое невероятное, меня захлестнуло, потому что девчонки мне начали писать, Аня, спасибо большое, мы теперь тоже будем расти, ты нам рассказала, вот ты вышла на 6%, мы тоже выйдем на 6%, благодаря тебе, раз я умею, раз я смогла на 6% выйти, значит, и на 6% выйти сможет и человек, которого я обучаю, так ведь, система дублицируемая, раз я это сделала, значит, ты им рассказал, и я рассказала все как есть, без прикрас. И вот буквально после первого вебинара я решила, что нужно просто говорить всю правду, да, то есть я никогда с улыбкой не говорила, вам положен подарок, я говорю, ты зарегистрировалась, у тебя подарок сгорит, если ты его не сможешь забрать, и это работало лучше, например, нежели, я бы сказала, вот подарочек забери, он тебе положен, бла-бла-бла, все дела. И я поняла, что человек больше, он боится потерять, нежели он боится, ну, как бы приобрести, он не так, как бы, да, хочет, как боится потерять, да, свои подарки. Вот, я поняла, что таким образом можно вести, в принципе, все вебинары, то есть я им рассказывала про акции, про подарки, тут же я им показывала, как я рекрутировала, тут же я им снимала видеоролики, они начали в чате задавать вопросы, я поняла, что мне нужно выйти на второй вебинар, я создала презентацию, господи, как я училась эту презентацию создавать, вот уедут эти буквы, или пытаюсь их расширить, они возьмут перевернуться, и ты не знаешь, как обратно, это вебинар, вот я этот вспоминаю, этот миг, этот момент, это было что-то с чем-то, вот, я еще плохо понимала, Ctrl-C, Ctrl-V копировать, ставить, я-то так, мне это тяжело давалось, вообще компьютер для меня, это было что-то типа, знаете, такое мучение какого-то, и вот вы представляете, и вот я в такой ситуации создаю вебинар, с ребенком на руках, ребенку было год и три, в векуське моей, вот, слайд сделаю, за ней бегаю, слайд сделаю, за ней бегаю, третий слайд приду делать, забыла, добегала, да, то есть, и вот, вот так вот я начинала, я начинала свой бизнес, я разрывалась, вот, но мы как-то успевали и с ребенком посидеть, и погулять, и на прививку ее сводить, в общем, все, как бы, по идее успевали, и на взвешивание сходить, да, то есть, и обследование, как раз это вот год мы, три месяца обследования проходили, вот, и как-то, знаете, так вот все сочеталось, сочеталось друг с другом, и буквально, ну, грубо говоря, точно год, может быть, даже полтора года, но там уже девчонки начали присоединяться, мои директора уже, да, за год я, во-первых, открыла Рубинового директора, за четыре месяца я открыла просто директора, да, и самое интересное, то, что я смогла через день по полтора часа вести вебинары, через день по полтора часа, целый год точно, без перерывов, и меня это так захрестнуло, и я вижу, что у девчонок получается, и я их просто ввела из темы в тему, из темы в тему, и причем я не задавала у них вопросов, они сами мне задавали вопросы, и я понимала, насколько некоторые темы глубокие, и как их можно раскрыть, и просто я шла за вопросами своих девчонок, меня-то захлестнуло, меня слушают, со мной разговаривают, со мной, ой, Маришка, привет, солнце, я тебя вижу, да, привет, дорогая, меня слушают, и вот это вот, знаете, такое ощущение того, что я нужна, я нужна, у меня есть ответственность за команду, и поехала, я поняла, что я пример, и вот, знаете, одно за другим, одно за другим, и я пока снимала ролики, выкладывала их на YouTube, я не знала, что такое Instagram, на тот момент, да, вот первое, когда я выходила, я выгружала записи вебинаров на YouTube, и меня начали смотреть, меня начали рассылать друг к другу, проект меня вознес чуть-чуть повыше, нежели я ожидала, и у меня сам по себе образовался бренд на YouTube, и меня начали рассылать, потому что я говорю нормальные вещи, и вот оно буквально года за два раскрутилось так, что у нас пошло по две, по три регистрации в день, просто на входящих потоках, буквально за два года работы, и я снимала вебинары на тему, ввела, вернее, вебинары на тему вопросов своих, своих новичков, своей команды, вот я, допустим, говорю, девчонки, а ну идем рекрутировать в одноклассниках, они, а как это презентацию, вебинар, я им все рассказала, все дала, все показала, и причем я не смотрела мои, не мои, да, то есть я пришла в команду к своему наставнику, я пришла в команду Коля Андрейко, и я понимала, что его команда тоже может со мной чем-то поделиться, поэтому я их пускала на свои вебинары, они моих девчонок пускали на свои вебинары, и вот сейчас у нас создалась мощная система роста, из 300 директоров, 6 лет, ну почти, почти 6 лет спустя, у нас один за всех и все за одного, вот сейчас на данный момент мы уже с директорами не обсуждаем, боишься ты снимать ролики, не боишься ты снимать ролики, у нас уже два дня в чате тема, как организовать марафоны для наших новичков, у нас даже не обсуждается, умеешь ты или не умеешь, понимаете, вот до какой степени привыкаешь снимать, привыкаешь разговаривать, просто перестаешь замечать хейтеров в своих соцсетях, и до какой степени тебя все это захлестывает, и тебе нравится, когда ты видишь свой результат, когда твоя зарплата растет, да, то есть, что за год мы вышли, рубиновый директор, это премия 220 тысяч русских рублей, а вот сколько зарплата, ну, может, 1100, да, я не помню точно, вот, я сейчас не боюсь соврать, ну, примерно, да, плюс-минус 20, ну, плюс точно не плюс, ну, где-то, может, 1080, да, то есть, и работая продавцом, я вышла в декрет, меня уволили в связи с ликвидацией фирмы, когда векуське исполнилось 5 дней, я только родила, меня уволили, меня сократили, этой фирмы больше нет, то есть, все, пошла ликвидация, и я поняла, до какой степени найм, он вообще ненадежен, все, что я создаю тут, оно имеет такие плоды, такие приросты, да, я говорю девчонкам, как делать, они это делают, у них это получается, и они становятся надежными бизнес-партнерами, потому что их зарплата растет, они выходят на 30, на 40 тысяч, и они уже не хотят за 15, за 20 на найм, потому что тут они больше зарабатывают, тут им лучше, да, то есть, ну, я не знаю, как бы, и когда вот так вот снимаешь изо дня в день, до такой степени привыкаешь, да, до такой степени привыкаешь, сеть недоступна, да, ну, вот пусть девчонки идут, напиши им в чат, пусть они идут, я просто вижу вопрос в инстаграм, Ирина, в каком вы статусе, я в закрытом статусе старший директор, в открытом статусе серебряный директор, да, 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 скоро выйдем, бриллиантиком, я очень жду, нам бриллиантики нужны в первой линии, наговори им микрофоном, в инстаграм, идем, да, идем в инстаграм, вот, и смотрите, сейчас подождем девчонок, они переподключатся, есть у вас вопросы, девочки, я чьи-то вопросы пропустила, я сейчас боюсь, вот пока девчонки переподключаются, я на ваши бы, ой, я бы на ваши вопросы поотвечала, с удовольствием, с удовольствием, вот, о чем были вебинары через день, это я рассказывала, даже не знала, что такие вопросы задают, смотрите, как я провожу, чувствуешь аудиторию, да, смотрите, как я чувствую аудиторию, я уже знаю, какие вопросы зададут, да, еще, конечно, нужно обязательно поздравлять, у нас каждый каталог были поздравления, я в них участвовала, всегда поздравляла всю структуру, команду, и я, конечно, тоже вот была очень счастлива, потому что признание, это, ну, самое важное, что должно быть. Пишут девочки, но реально на камеру очень тяжело говорить. А что тяжело, вот я сижу, говорю уже полчаса, наверное. Вот знаете, мы, кстати, со своими девочками, когда этот вопрос обсуждали, мы поняли, что, когда снимаешь себя на камеру, там существуют две проблемы. Первая, и как бы, и мозг, получается, разделяется на две части. Одна его часть думает, как ты выглядишь, а вторая часть думает, а что тебе сказать? Ну, выглядеть лучше, на камеру, чем есть на самом деле, ты не будешь. Вот, подкрасилась, и все, проблем нет. Поэтому первую проблему убирайте. Не смотрите, вот я как бы сейчас, я учусь же, да, я тоже боюсь. Почему вообще я вот этот чат с девочками создала? Потому что, ну, у меня у самой такой страх, снимать себя на камеру присутствует. А когда все вместе, когда нас много, то уже не так страшно. И получается, самое главное, вот смотреть не на свое изображение, а вы стараетесь смотреть, вот прям, где у тебя камера, вот где-то наверху, да, то есть туда, глаза смотрите в камеру, чтобы ваши глаза видели ваши зрители. Нет, я не похудела. Я скинулась всего 2 килограмма, это не считается. С какого процента можно зарабатывать в Фаберлик? смотря сколько вы хотите зарабатывать? Смотрите, вы выходите на 3 процента, у вас зарплата 150 рублей, вы выходите на 6 процентов, 720 рублей, на 9 процентов, 3,240, на 12 процентов, 5 с чем-то, да, 15 процентов, не помню, 7, 7, 7 с чем-то, 13, 15 процентов, да, 19 процентов, это у нас идет уже старший вице-директор, да, это, ну, ну, 1020, 22, вот где-то так уже, да, получают раз в 3 недели, да, то есть 22 тысячи, вы читаете 6 процентов, потом остальное умножайте на 6 процентов, это налогообложение, да, у нас белый доход, не забывайте, вот, мы не обшорная какая-то там компания, неизвестно откуда, доход белый, то есть вы полностью занимаетесь легальной деятельностью, и плюсом ко всему, да, то есть 22, минус 6 процентов, да, так, погоди, 22 умножаем на 19, снимай телефон, и делим, давай посчитаем, сколько в месяц, да, потому что у нас 19 зарплат, и очень сложно, 22 умножаем на, погоди, минус 6 процентов сначала, ну, то есть умножить на, да, потому что, ну, 0,94, это 2000, 22 тысячи, вы считаете 6 процентов, и все, минус 6, и кубрацет, 22 тысячи, минус 6 процентов, 2680, вот, и вот эти 2680, поделить на 21, и умножить на 30, это ты хочешь, ого, как ты, ладно, 29, о, 29 542, то есть, старший вице-директор, при нормальном построении, уже получает практически 30 тысяч рублей, в месяц, за минус уже налога, вопрос, компьютера нет, как начать правильно, с телефона работать, с планшета работать, я, честно вам скажу, брала в рассрочку, без переплаты, ноутбук, потому что я была уверена, что я вырасту, и я платила кредит, месяца 4, за этот ноутбук, в рассрочку, тоже вариант, то есть, если вам нужно, то, если вы хотите зарабатывать, к примеру, миллион, да, то есть, то вам нужно обязательно понять, то, что инвестиции нужны, да, можно купить себе лампу, можно купить себе штатив, можно, нужно ходить на фотосессии, чтобы нормальный, качественный бренд был, ого, сколько там понадобится, здесь пишут, Аня, вы молодец, я за вами несколько лет наблюдаю, вы очень хорошо выросли, я очень рада, но до сих пор не действую, результат маленький 12%, хотя несколько лет уже фиберлиф, вот мне кажется, вы в своем вопросе сами на него ответили, почему у вас нет роста, вы до сих пор не действуете, почему вы не действуете, понимаете, вот, еще существует такая очень хорошая фраза, некоторые говорят там, лень, все что угодно, вот, я считаю, лени не существует, лень, это отсутствие мотивации, да, придумайте, зачем вам это надо, что вы хотите, для чего вам нужно, ну, вот зачем деньги тебе, вот, да, куда вот вы, вот зачем тебе деньги, мне деньги, я хочу побольше квартиру, вот, я живу, у меня двухкомнатная, мне вот маленько не хватает, я хочу побольше, а еще что хочется, кстати, благодаря, я тут позвонила и сказала, а ну-ка, семья перемечивая, полетели в Доминикану, а вы мне что ответили, ну, ну, потом, в следующий раз, когда мы будем больше зарабатывать, мне не с кем в Доминикану слетать, беда вообще, а что, я с вами хочу, вот, еще я могу сказать, благодаря Фаберлик, мы рассчитались за квартиру, ипотеку погасили, вот, без вот этих вот премий, выплат, наверное, это было бы все подольше, а так мечты сбываются гораздо быстрее, так, 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 как вы приглашали на вебинар, и сколько на тот момент было человек в группе? Ой, я не помню, сколько человек в группе, но у меня активность была плохая, я помню, что я начала рекрутировать, с плохими фотографиями, я не думала, что это важно, и я очень сильно портила сама себе статистику, я писала с ошибками, сплошным текстом, петициями, наполняла свои рекрутинговые странички, раньше же я же не умела работать рекламой, фотографиями кривыми и косыми непонятными, да, то есть я не понимала, что, как бы, поэтому, я помню, что первый каталог ко мне пришло, 54 человека в команду, и только трое сделали заказ, да, то есть второй каталог мы уже вышли на 9%, то есть, и на тот момент моей команде было, может быть, уже 300 даже человек, но активных бизнес-партнеров с этих 300 человек было не более 5, ну, вот где-то так, может быть, даже 400 человек, но это такая есть статистика, директором у нас в структуре в команде, вот мы высчитывали, стал каждый, по-моему, 69-й или 59-й, ну, давайте возьмем даже каждый 69-й зарегистрированный, а с каждым нужно поработать, и вы не знаете потенциал человека, который к вам приходит, меня родные и близкие не поддерживают, но я не сдам все, вот утрите нос, утрите нос, когда у меня мама кричала, я разобрю все твои компьютерные ящики, я выключу тебе электричество, и она пару раз во время вебинара, кстати, моя мама выключала мне щиток, щиток просто вырубала свет по всей квартире, и я, и мы даже не знали, что это делала она, я выходила в интернет с телефона, писала, девчонки, так случилось, что у меня нет интернета, простите, извините, да, то есть, ну, такой, знаете, раньше мобильный интернет плохой был, вот, и я им писала, говорю, как только включат, и мы ждали порой, и она ночью, ей захочется лечь спать, она врубала, вот, а меня еще очень многие спрашивают, как я привлекла мужа, Фаберлик, в свой бизнес, у меня, кстати, муж тоже в звании директор, мы с ним работаем вместе, он меня во всем поддерживает, а он мне, кстати, мебель делает классно, вот, кто живет в Киров, в Кировской области, ребят, мне кажется, лучше мебельщика не найти, очень хороший пацан, вот, и, честно вам скажу, все, что он мне, вот, пока на данный момент сделал, я очень довольна, кухня просто белоснежная, классная, просто огонь, вот, вот, я рассказываю, как привлечь мужа, я просто очень много смотрела вебинаров, различных спикеров, я, ну, очень много же у нас существует на проекте вебинаров, которые в открытом доступе находятся на ютубе, и я, ну, как-то в наушниках не очень люблю, поэтому я тихонечко так колонки включу, и, и сижу слушаю, и вот он, видимо, одним ухом там ко мне как-то прислушивается, и ему становится интересно, как бы между прочим, и он уже, слушай, ты вот, я лежу, прислушиваюсь, мне вот уже интересно, мой муж говорит, что я в секте, ну, пусть говорит, да, скажите. А мой муж ко мне серьезно присоединился уже на уровне старшего директора, но он не мешал мне заниматься своим делом, он знал, что я очень активная, у меня вообще жизненная позиция очень активная, вот, и я не могла сидеть дома сложа руки, деградировать, да, с ребенком на руках, мне надо было чем-то заниматься, вот, потому что, ну, что пеленки, распашонки, там, гулянки, еще что-то, ну, два, ну, три часа, ну, есть приготовить, ну, два часа, а что мне делать, как-то же, ну, мне хотелось себя реализовать, мне не хотелось, чтобы мои мозги плесневели, вот, и он мне помогал, я, допустим, веду вебинар, он с Викой уходил гулять в это время, да, то есть, ну, как бы вот тоже, и он мне помогал, помогал, потом я ему говорю, Антоха, я на 19%, мне надо ИП открыть, я ничего не понимаю, куда ехать, что, мы плохо, мы жили в поселке Морогино, а надо было ехать в другой поселок, Юрью, я этот поселок не знаю, я говорю, я заблужусь, он со мной поехал, вот, и первые деньги на расчетный счет в банке, и мы начали получать, и потом, когда уже его зарплатушка стала мешать нашему доходящему, нет, ну, честно, честно, вот, как бы он сказал, все, я пишу заявление, я увольняюсь, и вот только-только мы уволились, и он уволился, мы начали расти, за год уже вдвоем открыли рубина, то есть, с уровня старшего директора, мой муж, когда увидел мою зарплату, он ко мне полностью целевал, и комплекс соединился, он мне не только помогал, но он и сел рекрутировать в соцсети, с уровня старшего директора, вручную рекрутирует у нас только Антон, а ты пошла снимать, а я начала снимать, сопровождение, еще что-то, у меня так развязались руки, и потом, с уровня рубиного директора, мы вот взяли уже нянечку, нянечку с хорошим стажем, 6 лет она в садике отработала, воспитателем, и мы ее взяли к себе, потому что начали замечать, что, ну вот, с Викуськой у нас начались вопросы по развитию, еще так далее, мы уже тогда взяли педагога, чтобы она с ней начала пораньше заниматься, в принципе, я очень рада, что мы вот это время не упустили зря, вот таким вот образом, ребята, очень круто, вы понимаете, что вот у вас появилось желание после нашей беседы взять в руки телефон и снять свою первую сториз, их нужно делать каждый день, начните с 15 секунд, потом перейдите на 2 сториз, потом перейдите на 3 сториз, хотя бы по 3 сториз в день, 45 секунд, да что они у вас заберут, времени, ерунда, чем занимается Антон, он только на технических моментах, да, туши и помады он не рекламирует? Нет, он не рекламирует пюши помады, но он, если мне какой-то вопрос задают, допустим, в WhatsApp, он сидит в WhatsApp, допустим, разгребая, зашел, задает вопрос, он ко мне приходит, сует телефон, а не вот такой вопрос, я терпертерно говорила, отправила все, он дальше работает с этим человеком, да, то есть все технические моменты, запуск рекламы, это все, этим всем занимается мой муж, он ведет чаты, занимается сейчас ведением чатов по контекстной интергетированной рекламе, с чего начать сториз, вот давайте я вам расскажу, с чего мы начали с девочками сториз, у меня тоже был такой страх, да, вот смотрите, первые сториз, снимите три видео по 15 секунд, можете на телефон просто сначала снять, потом их выгрузите в сториз, значит, формула называется 3П, три буквы П, это еще что-то, первая буква П, это признание, признайтесь в открытую своим подписчикам, что да, я боюсь снимать сториз, ну вот, ну боюсь, ну дорогие подписчики, я вот хочу, но я бы, ну слушай, ну боярки, ну какие ты чувства испытываешь, когда вот ты навела микро, вот смотри, потом вы объясняете, вторая буква П, причина, почему вы боитесь снимать сториз, ну вот мне не нравится, как я выгляжу на камеру, я стесняюсь своего голоса, серьезно, я стесняюсь своего голоса, он у меня вообще не такой, как в жизни, вот там волосы, ну не знаю, не нравится, и третья буква П, это просьба, у нас страна такая, что очень любят все давать советы, попросите совета, конструктивную критику, что вы все принимаете, читаете в директ, и вот эти первые, то есть признание, признайтесь, что вы боитесь, причина, либо скажите причину, почему вы хотите снимать сториз, что у вас уже в голове столько информации, что вам просто нужно с ней делиться, и вы понимаете, что сториз это лучшая площадка, где вы можете с людьми поделиться информацией, и попросите совета, вот я эти все три сториз сняла, сделала, вы знаете, сколько было откликов в директ, мне люди написали, я даже не думала, что они меня смотрят, мне все написали, Ирина, да так все классно, да что ты боишься, да у тебя все получится, и понимаете, вот столько положительной энергии вам придет в сообщение, и все у вас после этого пойдет, так что не бойтесь, не бойтесь, начните, голос это точно, но самое главное, что ты начала, что сейчас твоя команда будет с тебя брать пример, и вот смотрите, если боитесь, вот такие чаты, да, вот у нас в чате сейчас 11 человек, вот таких вот желающих, не боятся, да, соберитесь, это могут быть люди из вашей команды, это могут быть люди, даже пусть вы в разных командах, но где-то вы все равно в чатах вместе пересекаетесь, с кем-то ведь вы все равно дружите, общаетесь, просто начните эту тему, вот ты снимаешь сториз, нет, а хочешь научиться, вам 99% вам скажут, да, хочу, но боюсь, объединитесь вместе, привлеките к себе людей, и когда вас уже несколько человек, уже я вам скажу, не так страшно, а может нам организовать марафон по сторизу, ну вот смотри, вот смотри, давай вот мы, у меня сейчас на команде, у меня уже были такие мысли, мы, вот это вот у меня тренировочная группа, которая в зуме, мы это все обкатаем, и вот смотрите, по статистике, я вам сразу скажу, первое видео сняли 100% все участники чата, кстати, у меня муж Алексей в этом чате, Алексей не снял, Алексей, если ты нас смотришь, мы ждем твое видео, почему ты тоже не снимаешь сториз, а у тебя получится, все сняли первое видео, второе видео, то есть мы каждый день даем задание, на какую тему нужно снять ролик и выложить в чат, второе видео сняли 50%, половина, которые в первый день сказали, я хочу, в субботу я выложила девочкам третье задание, они просто не знают зачем, может просто люди не понимают, зачем это им, вот смотрите, сториз это навык, навык снимать себя на камеру, привыкнуть к самим себе, это не, это не там ни богом, никем не дается людям, это просто навык, надо начать, вот вы ходите в спортзал, качайте какие-то мышцы, перестали качать, мышца не растет, сториз это навык, снимаем каждый день себя, и этот навык приобретается, как привычка, как все что угодно, поэтому девочки мои дорогие, кто у меня в моей группе по сториз, я жду от вас от всех третье видео, и у меня уже готово для вас четвертое задание, пока все не выложат, ну мне просто нет смысла вам давать дальше, если вы еще третье не сделали, вот, и, ну, Ань, я думаю, мы посмотрим, потому что как вот это дело пойдет, если, если вся эта группа начнет вести личный бренд, все, сто процентов запускаем на весь проект, и, и причем это не сложно, это не сложно, это не сложно, вот самое главное, привыкните к себе в кадре, и все, вот я уже смотрю на себя, я уже себе маленько нравлюсь, даже представляешь, бывает же, вот, согласна, нужен марафон по съемке, девочки, мы учтем ваши пожелания, мальчики, так, я, чтобы побороть боязнь, и камера начала снимать тикток, молодец, вообще умница, тикток, вот я считаю, там вообще, чем хуже видео, тем оно выше залетает в рекомендации, там прям вот это такая тенденция, вот, Лена написала какой-то врач, да, я не, я не сняла, потому что не поняла, что нужно, Люба, Люба, смотри, что нужно, то есть, третье видео, там, урок, да, то есть, третий, ну, давайте расскажу, третий видео, оно про взгляд, вы все прекрасно знаете, что от нашего контакта со зрителем зависит очень много, почему нужно смотреть именно в камеру, да, там дается такое понятие, как фокус, сквозной взгляд, что такое, посмотрите в этом уроке, что такое хватка, как можно захватить прямо взглядом зрителя, и вот его прям сюда, вот к нам, вот между, на диванчик, между нами сани, вот мы прям можем это взглядом сделать, и последний пункт, пункт это, мм, забыла, в общем, и смотрите, что самое главное, что, как понять, что вы поняли урок, нужно, вот там это видео, ну, там минут 10, просто своими словами, перескажите его на камеру, за одну минуту, что, допустим, при съемке видео существует 4 приема, такой-то прием, такой-то, такой-то, а, четвертый прием, это оценка, когда мы взглядом, ну, вот что-нибудь оцениваем ситуацию, то есть это какая-то микро пауза, очень короткая пауза, ну, взглядом что-то оценили, вот посмотрите Ивана Урганта, он когда ведет свои передачи, да, он беседует со зрителем, но потом, да, что-то ему, то есть он дает оценку тому, что он сейчас услышал, вот это тоже можно делать взглядом, то есть нужно снять видео, со всеми этими 4 приемами, и выложить в чат, потому что лучше всего вы усвоите материал, если вы его сможете пересказать, вот такое коротенькое видео нужно было выложить, вот все секреты вам рассказала, но не знаю, оценка взглядом 4, вот, так что, Люба, ждем видео от тебя, коротенькое, на минутку, не надо долго, и смотрите, если у вас нет специальных программ, да, вы знаете, что stories, он, инстаграм, он делит видео на 4 stories, максимум, то есть 60 секунд, если вы выкладываете, вот он у вас на 4 stories разрежет, а все остальное просто отрежется, и все, и не будет слышно и видно, что вы там сказали, поэтому, ну, если вы не используете специальные программки, которые разрезают ваши видео, там, на вот эти маленькие кусочки, поэтому, если вы не сразу в инстаграм снимаете stories, старайтесь делать видео не больше, чем 1 минута, ну, и еще самое, наверное, такое главное правило, вот, даже, представьте, вас зритель с той стороны смотрит, самое ценное в нашей жизни, это время, и вот эти 15 секунд, которые он вас смотрит, они все равно должны человеку принести, я считаю, какую-то чуть-чуть пользу, ну, что, ну, то есть, старайтесь в максимально короткое время выдавать как можно больше полезной информации. Сейчас Ирина меня научит еще, что я снимаю, потому что я снимаю все подряд. Ну, ты снимаешь все подряд, если твои зрители тебя смотрят, они тебя комментируют, им это нравится, то почему нет? То есть, твоим зрителям это нужно, а когда вот еще непонятно, кто твоя аудитория, что им нравится, что им нужно, старайтесь выдавать максимум пользы. Нам бы еще запустить, марафон, как делать красивое живое фото, куда руки, куда ноги, куда взгляд, было бы очень полезно. Вот, да на ютубе этих роликов целая куча, я перед каждой фотосессией включаю позы, позы для фотосъемок, и очень много девчонок там вылазит, но я обычно ищу позы для полненьких, да, чтобы по стране оказаться, там встать, еще что-то. Зачем вам вообще этот марафон нужен, когда вы можете просто на ютубе посмотреть и все? Ирина, скажите, сколько вы в компании? Я зарегистрировалась на проект Фаберлик Онлайн 14 февраля 19 года, то есть скоро будет 2 года. Вот. Ну, а смотри, для видео, допустим, да, если, там, как снимать, как руки, как что, вот вы попробуйте, вы начните просто снимать себя на камеру. Я вот сейчас смотрю первое видео, которое я снимала, да, я вижу, что где-то я там руки зажала, где-то я их там... Да, вот это означает замок. Да, где-то я там смотрю не туда, да, то есть куда-то там в потолок. На потолке нет ваших зрителей, ваши зрители вот там, вот за этой черной точкой, поэтому старайтесь смотреть туда, в кадр. Вот. Потом у меня было, что я смотрю не в камеру, а я смотрю на себя, на свое изображение, как я выгляжу. Ну, то есть это к вопросу от того, что как мы выглядим в кадре, это нас очень сильно волнует. Вот. Ну, еще года нету. Вот. Вообще, вот вы знаете, не важно, когда человек зарегистрирован, сегодня, 10 лет назад, вообще без разницы, важно понимать то, что вы, мои дорогие, внутри себя решите, что я, да, я хочу расти, работать, развиваться, мне нужны, там, допустим, 100 тысяч в каталог, и я их пойду и буду делать. И вот тогда у вас все будет получаться очень даже хорошо. И не важно, вот некоторые девчонки у нас год или два года сидят, просто сидят на 12%, а потом, или как-то вот у них так получается, что они вообще начинают с другой стороны, вот, как будто они сами на себя с другой стороны посмотрели. И прямо вжих, и сразу могут открывать золото и так далее. Вот как у нас с Катей Соской получилось, она долго была в директорах, а потом взяла и золото открыла. Сразу с директора золото. Мы все в шоке были. Поэтому это вообще, мне кажется, дело каждого, кто как хочет, тот так и должен расти. Какая разница, как растут другие. Вы отвечаете сами за себя, и сколько вам нужно, какие у вас амбиции, сколько у вас свободного времени. вы должны расти так, как нравится вам, как комфортно вам в первую очередь. сидим, ничего не делаем, а потом, как стукнет, начинаем жужжать. Вот. Не сидите, не ждите, пока стукнет. Начинайте действовать уже сейчас. Да хотя бы каждый день по часу, и то уже вперед. Я вот с собой гордилась, когда я променяла сериал на бизнес в интернете. Я с собой гордилась. Потому что, извините меня, когда я первый раз пошла ребенку покупать там сапоги из натуральной кожи, я этим очень гордилась, что у меня ребенок классно одет. Когда я купила дорогущий пуховик с натуральным мехом, я тоже ходила грудь колесом, что у меня ребенок теперь одет нормально. И это тоже нужно понимать, то что вы еще вдобавок ко всему, вы можете повернуть полностью всю свою семью, всю свою жизнь в успешное русло, в успешное начало. И люди уже в дальнейшем, грубо говоря, как это даже сказать, в вашей династии, в дальнейшем продолжение рода, они уже, минуя найм, сразу будут продолжать ваш бизнес, ваши дети. Смотри, какой вопрос. Вас познакомил Фаберлик или вы были знакомы раньше? Фаберлик. Да, мы не были знакомы до Фаберлик, поэтому... И причем, знаете, вот я все больше и больше убеждаюсь, что то, что вы транслируете в мир, в люди, в массы, точно такие же люди к вам притягиваются. Да. То есть вот есть такие, которые в них мало позитива, да? Вот у них и в команде все такие. Аня? А, там был вопрос, ты как приглашаешь людей, на продукт или на бизнес? Только на бизнес. На продукт сами идут. Я снимаю ролики на продукт для своей команды, но они разносятся и прилетают очень много регистраций. Благодарю. Ну, все, наши дорогие, мы вам рассказали все, что хотели. Мы еще потом выйдем с вами по прямой эфиринсе. Было очень-очень приятно. До встречи с вами. И, знаете, самое главное, ничего никогда не бойтесь. Если у вас есть какие-то сомнения, идите к своему наставнику, он вас поддержит. Да, Алеша пишет, что у меня девичья фамилия Кононова. Да, действительно. До замужества, Алексей Анатольевич, у меня была фамилия Кононова. Да, она тоже Кононова. Да, но мы там уточняли, у Антона мы спрашивали, у родителей. В общем, похоже, мы не родственники, мы просто однофамильцы. Да-да-да. Все, пошли. Сердечки, так приятно. Вот вы представляете, прям вообще. Да, спасибо. А я говорю, у меня самые классные подписчики на свете. Да, я не зря говорю. Вот я любой совет спрошу, какой мне цвет идет, там, хорошо ли мне ресницы, нарастили, как мне там волосы, допустим, да, вот меня сейчас белые покрасили, я так расстроилась, это же не мой цвет, просто новый мастер была. Там в магазине не знаю, что купить, вот всегда подскажут, всегда подскажут. Вообще умнички. Ну все, всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok.